Как вырваться из денежной жопы? Это, я называю, жопа, такой закольцованный круг. Зарплаты хватает на месяц, а через месяц ты вынужден остаться там же, и ты знаешь, что зарплата опять хватит на месяц, и, казалось бы, заколдованный круг. Три простых правила. Итак, первое, не зависай в той заднице, в которой либо сам решил и оказался, или вынужденно оказался, не зависай, поставь себе будильник на три месяца, все, за три месяца ты обязан пойти дальше, это раз. Правило второе, не увеличивай жопу, не увеличивай, не дозанимай денег, не думай, что вот сейчас я займу, а потом что-то обломится и все, не надо кредиты, не надо в этот момент замри, подсократи затраты, расходы, скукожься. Легкая доступность потребительских кредитов позволяет легко расширить задницу, в которой люди оказываются. Ну, кажется, мы сейчас перекредитуемся там, и потом жизнь наладится, и все, наладится. С какого хера она наладится? Просто яма еще больше становится. И третье, очень важно, помните ту фразу «попал в говно, сиди и не чирикай»? Вы знаете, что случается с теми, кто, попав в такую ситуацию, досадует на себя, сидит, ему не хочется лицо потерять, ему очень страшно, что люди будут говорить, да, и он не обращается за помощью. Так вот те, кто попали в жопу, сидят и не чирикают, они очень часто умирают бесследно, и они их узнают только тогда, когда трупик всплывает. Поэтому пункт третий — обращайтесь за помощью другим людям. Обращайтесь, запомните три правила — не зависай в жопе, не увеличивай жопу, обращайтесь за помощью, когда сидите в жопу. Все, что стало хроническим, длительно повторяющимся и достаточно привычным, из него выбраться сложнее. Более того, к тебе такому привыкло твое окружение, ты им просто удобен. Если ты вдруг будешь меняться, сдернешься с места, поменяешь свою занятость и так далее, ты станешь неудобен для других, в пятницу побухать с тобой твои друзья уже не смогут, потому что ты в пятницу вместо бухания со своими друзьями будешь на курсах. Это очень неудобно для твоих друзей, поэтому они всячески будут делать, всячески манипуляциями, уговорами, убеждениями, соблазнами и так далее, чтобы ты пошел с ними побухал, потому что им ты удобен такой. Конечно, выбраться из этого непросто. Есть приемы, которые я могу дать. Обязательно найти тех людей, которые были в такой ситуации, которых пыталось их окружение удержать от изменений в их жизни, но у них получилось. А тому, кто попал временно, ну тому все благоволит для того, чтобы это не стало постоянным. Он, на самом деле, еще сам к этому не привык, его окружение не привыкло, он на задоре вырваться из этого, именно в этот момент важно не побыть в этой ситуации, да, не побыть, а уже начать отталкиваться от этого дна. Если ты хочешь, чтобы в твою жизнь пришло иное, ты должен делать что-то иное.